Ангарск Мы приехали все города не по одному разу, но вот там, куда мы приезжаем впервые, случается вот такое маленькое чудо, когда ты чувствуешь волна тридцатьской любви, волна тепла тридцатьского, она тебя поднимает и несет куда-то. К новым высотам это очень приятно, спасибо огромное. Мы в Ангарске после перелета из Хабаров в невероятной эврисе и принимает нас взрослая схема. АПЛОДИСМЕНТЫ Светланы сейчас исполнили одну из композиций из нашего нового спектакля «Отки Большого Горда», а выступать под замечательный голос «Светы» будут не менее замечательные, талантные, жители, любимые фигуристы. В первые показки чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы мира, чемпионы в вашем сердце Мария Петрова и Алексея Тихонов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пусть чай у меня, Пусть у меня, А ой, большой пустяк, Пусть и туман. Пусть и туман. Ох, ой, большой порадо, Ох, ой, большой порадо, Ох, ой, большой порадо, Светлана Святикова Светлана Святикова Во время пресс-конференции на льду малого модуля «Ермак» Мария Петрова и Алексей Тихонов давали мастер-класс для юных ангарских фигуристов. К слову, после первого визита столичных звезд в Ангарск дети потянулись в секцию. Это, считают организаторы, несомненный плюс. Чтобы они меня научили, как вращения какие красивые, как прыжки очень хорошо прыгать. Этому хочет научиться не только Родион Чугунов. Мастер-класс чемпионов мира и Европы. Участников Олимпийских игр Алексея Тихонова и Марии Петровой посетили и другие юные воспитанники ангарской школы фигурного катания. Ребята пришли на обычную тренировку. Мы увидели не привычных педагогов, а своих кумиров. Вместо запланированных 30 минут известные спортсмены провели с ангарчанами на льду больше часа. Их никак не хотели отпускать начинающие фигуристы. Алексей Тихонов ребят отлично понимает. Когда в его родную Самару приехала на мастер-класс сборной СССР, для него эта тренировка стала судьбоносной. Это был огромный шаг. Я понял, что я буду заниматься фигурным катанием. Задача мастер-класса состоит в том, чтобы дети просто пообщались. Я не скажу, что мы звезды, но тем не менее люди, которые достигли чего-то в фигурном катании. И для них, для детей это очень важно. Уйти именитым спортсменам с малой ареной Ермака все-таки пришлось. На большой уже собрались зрители. Все ждали появления известных фигуристов. Кстати, помимо спортсменов, в ледовом шоу приняли участие актеры и эстрадные исполнители. Большинство в наших краях впервые. Однако создатель шоу «Летый пламень» Илья Авербух в Ермаке уже выступал 16 лет назад. А Маринин, Татьмянин и Ягудин эту сцену обкатывали в декабре прошлого года. Все стали сприятно удивлены. Зали вновь аншлаг. Есть, может быть, уже такие города, которые избалованы, может быть, фигурным катанием и шоу. А есть вот такие, как сегодня в Ангарске. И действительно, это, ну, вроде усталость накопилась там после переездов и всего остального. Но как раз поддержка зрителей дает возможность делать свое дело в полную силу. И также отдаваться полностью, как зрители отдаются, допустим нам. В Ангарск артисты прибыли ранним утром и уже ровно через сутки отправились выступать в Челябинск. Но шоу известных фигуристов с приангарием не прощается. В следующем сезоне они опять посетят Ермак, уже с новой программой. Ирина Агапочи, Константин Цинницын. Новости сей час. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот вечер запомнится надолго. 30 звезд мирового класса подарили настоящий праздник 7000 зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok